Наши грандиозные каникулы с историей Гранда. Так, ну, прежде всего, давайте вот несколько вводных будет, потому что я не совсем, да, располагаю информацию, насколько вы все уже знаете про наш продукт и про историю его создания. Соответственно, буду говорить с самого начала, вот как мы презентуем наш продукт всем агентствам, как будто это впервые. Как вы знаете, история Гранда – это судно, которое принадлежало ранее Carnival Corporation, компании AIDA Cruises, это их флагманское первое судно, очень любимое, AIDA CARA, оно попало к нам в прошлом году, в июне. Соответственно, его габаритные характеристики указаны на слайде. Реновация судна была не только в 2019 году, но и в 2021 году. И это мы позиционируем его вместе с Mirai Cruises как первой в современной истории России после советского, да, пространства. Первый круизный лайнер, который будет осуществлять такие пассажирские, да, перевозки по Черному морю к портовым городам Турции. Это именно те порты, в которые уже просто так, да, там никто не поедет, да, там с самолетом, и никто не возьмет это путешествие в эти порты, которые являются и эксклюзивными, и уникальными, если он не поедет в круиз. И, безусловно, это входит в уникальное торговое преимущество данного продукта, как круиза. Ну, помимо того, что, в принципе, круиз является какой-то альтернативой, да, отельному отдыху, просто самостоятельному путешествию, да, там через автомобили или поезда, там, или кемпингу и так далее. Соответственно, максимальное количество кают у нас 593, из которых у нас далее мы рассмотрим уже, да, по категориям кают, и, соответственно, кают экипажа 220-370 человек экипажа, максимальная вместимость около 1300, да, там, пассажиров. В связи с ковидными, да, там, постковидными ограничениями мы стараемся делать не стопроцентную загрузку, а все-таки доводить, там, до тысячи человек максимум. Пока что, когда мы сейчас начали 16 июля, у нас уже, да, произошло, получается, 16-е, 16-го был первый круиз, и далее вот сейчас с 30-го идет по 6-е, да, там, три рейса, у нас загрузка была первая 600 пассажиров и далее по 300 человек, и это около 150 бронирований в каждый рейс. Это именно та цель, которую мы ставили по загрузке первые три рейса для того, чтобы команда сработалась, потому что, как вы понимаете, и для Сочи терминала это было впервые, вот этот опыт, и для турецкой команды, да, Mirai Hotel Management, это был первый опыт, поэтому сейчас мы будем планомерно выходить на увеличение наших продаж и загрузки самого лайнера. Безусловно, мы ставим, да, там, ну, большой процент, 50% нагрузки именно на наших партнеров для того, чтобы наши партнеры сейчас именно свое внимание, свою энергию направляли именно в продвижение нашего продукта, чтобы мы все хорошо совместно отработали в этом круизном сезоне, поскольку у нас есть там большие грандиозные планы на релокацию судна уже там в другой регион, я об этом там, да, тоже подробно еще остановлюсь там в конце. Пока что мы поговорим вот именно про этот сезон, который у нас остался на август, на сентябрь и на октябрь, поскольку наше круизное расписание, выверенное последнее, стоит до 22 октября. Это рейсы из Сочи. Каждую субботу в 21.00 круизный лайнер «Астория Гранда» отходит из центрального нового морского вокзала, который расположен на улице Круизная, гавань 4, дрон 5. Это вот буквально вот на этой фотографии все очень четко видно. Это новый терминал, который был построен во время Олимпиады в 2014 году, когда там стоял лайнер «Норвежин Джейд», когда там стояли паромы принцессы Анастасии и принцессы Марии, и они работали во время Олимпиады как отели. Соответственно, это «Гранда Марина» рядом, это «Гастропорт». То есть буквально в пешеходной доступности есть все основные пляжи, пляж-маяк, центральная набережная, шикарные рестораны, бутики, вот все торговые галереи Боско, это все там. То есть здесь главное не путать, что это не вот этот золотой шпиль, где яхт Марина, а это буквально немного подальше. То есть у нас есть в том числе большая памятка по Сочи терминалу, по вот этому морскому вокзалу, как добраться, сколько стоит парковка, через какой шлагбаум там проезжать и так далее. Мы это все отсылаем для того, чтобы у вас была выверена информация от нас, и, соответственно, вы транслировали корректную информацию для ваших и наших совместно с вами клиентов, пассажиров. О компании. Наше позиционирование в этом круизном сезоне, безусловно, отличается от того позиционирования, которое у нас было, кто за нами следил в феврале, в апреле. Я думаю, вы это понимаете, как партнеры, да, то есть это уже информация такая больше на B2B рынок, поскольку мы стараемся выстраивать такую весьма прозрачную политику информационную, и, в принципе, наши отношения с партнерами выстраиваются вот на одном каком-то, да, таком послании, и мы стараемся это сразу объяснить, почему это так. Вы все прекрасно понимаете, что мы в феврале имели совершенно другие маршруты, да, у нас было заявлено о направлении с Египтом, и с Грецией, и с Кипром, и с Израилем, но спецоперация и геополитическая обстановка внесла свои коррективы. Нам было достаточно непросто сохранить проект. И мы очень рады, что партнеры Мирай Крузис, да, турецкий ведущий оператор, взял Асторию Гранда, да, в свой флот пополнил, да, в свой флот нашим прекрасным лайнером, и вот такой симбиоз, такое партнерство дало вот второе дыхание и дало, вот, в принципе, то, что мы сейчас имеем, дало возможность, в принципе, выйти на рынок с этим уникальным предложением. Соответственно, позиционирование у нас и для пассажиров идет, и, в принципе, в СМИ от Мирай. То есть мы являемся туроператором, как судоходная компания Аквилон, и мы являемся, да, там, генеральным продающим агентством, то есть статус ГСА. Остальные наши партнеры, которых мы вывешиваем уже на наш сайт, в раздел партнеры, с туроператором Аквилон заключают договор и, ну, осуществляют продажу круизов, соответственно, на рынке России. Мирай Крузис пока не продает круизы на Асторию Гранда в Турции, но мы прорабатываем в том числе и этот, да, там сейчас вопрос, каким образом, да, у нас там будет открываться наш офис в Турции и каким образом мы будем давать возможность, потому что есть большое количество запросов со стороны граждан Турции и вообще, в принципе, иностранцев, потому что они хотят попасть в Россию, да, там, в город Сочи и воспользоваться правилом, да, безвизового нахождения в Российской Федерации, да, в течение 72 часов, как это было там, например, ранее в Санкт-Петербурге для граждан, там, Швеции, Финдензии, Эстонии в те времена. Соответственно, соответственно, мы недавно также поменяли флаг регистра, это тоже было вызвано в том числе нашими геополитическими, там, да, сейчас реалиями, и вышли из этой ситуации выигрышно, то есть сейчас у нас, как вы видите, не было никаких остановок в операциях, все заявленное расписание, которое у нас было, да, с изменениями в портовом расписании, но само расписание именно то, что у нас 7-дневный круиз каждую субботу, мы это все выполняем по всем тем обязательствам, которые мы декларируем в нашем договоре. Я хочу также сказать, что в круизном билете на нашем сайте в договоре есть такая, да, там, есть такой нотис о том, что портовые города могут меняться. Это нормальная практика в круизном бизнесе, это не только там по богодным условиям, но и по каким-то другим форс-мажорным моментам. Для нас, как для, прежде всего, генерального продающего, да, там, агентства или туроператора, и для вас, как для турагентств, важно знать вот эти вот уникальные торговые преимущества, которые заключаются в том, что мы предлагаем, прежде всего, это единственный продукт круизный в России на данный момент, потому что это единственный круизный лайнер, именно как статус круизный лайнер, да, там, Астория Гранда. Мы предлагаем безвизовый круиз, да, соответственно, из удобного портового города Сочи, то есть это удобная логистика, да, из курортной столицы России, где есть обслуживание, развлечения на родном языке под управлением ведущего турецкого оператора Мирей Крузис, у кого есть там, также в своем флоте корабль известный Джемини и ряд отелей, и которые с поставленными задачами, да, сейчас справляются. И это те порты, которые, прежде всего, для нас сейчас, чтобы отработать этот сезон, являются привлекательными, продающими, да, я имею в виду уже, какая коммуникация идет уже нашим клиентам, потому что, ну, они отличаются от тех портов, да, там, которые привыкли видеть наши граждане путешествуя через отели, да, если мы говорим про Анталию, про Бодрум, про Мармарис и так далее. Здесь мы не берем Стамбул, но это, в принципе, да, как столица Турции, как столица Османской, там, Византийской империи, город, в который даже кто-то был, ну, как правило, то, что нам показывает фидбэк, город, который не устает, да, там, ну, там, удивлять, там всегда есть что посмотреть. Мы сейчас говорим про акценты других портов, которые мы выбрали в круиз, это, там, порт Чешмы, Амастера, который мы недавно добавили, и сейчас у нас есть, там, видеооператоры в круизе, прямо сегодня они стоят в Амастере, и у нас будет отдельный видеоконтент, видеопродакшн под вот эти пляжные города, потому что мы скорректировали, первый круиз у нас был порт Бажада, на который мы делали большой акцент, но у нас была большая очень нагрузка на экипаж, по тендерной высадке, в том числе этот порт имеет, да, там, ряд особенностей по погодным условиям, и мы получили, да, там, обратную связь как от агентов, которые были в первом круизе, в агентском рекламном туре, так и от части пассажиров, которые поехали в первый круиз за полную стоимость, соответственно, мы скорректировали это расписание, чтобы у нас не было вот этих рисков, связанных с тендерной высадкой, то есть потому что это дискомфорт был для пассажиров, связан он был с тем, что это большое время очень для вот этой логистики, когда все должны зайти на эту тендерную лодку, доехать до Бажады, и, соответственно, время, которое остается на самом острове, да, ну, в самом порту, оно сокращается, поэтому мы убрали Бажаду из этого круизного расписания и добавили только те порты, где не предполагается тендерная высадка, где есть уже более, там, развитая инфраструктура, которые не то что не уступают Бажаде, а на самом деле являются, ну, еще более привлекательными, да, то есть если мы говорим про то, что пляжный отдых, вот он как раз-таки в таких портах, как Чешма и Амасра. Соответственно, вот здесь закрываю какие-то вопросы, которые накапливаются от агентов уже, уже, ну, в ходе, вот, нашей операционной работы с агентствами, вот эти вот первые три круиза. Так, по планам палуб, здесь картинка, у вас, у вас 100% в диске, который мы даем для агентств, через Екатерину будут вот эти все необходимые материалы, которые мы оперативно выкладываем на наш сайт как основной информационный источник и первичный. Здесь, да, ну, такая удобная навигация, попалубная, где у нас расположены круизные, да, там, где у нас расположены каюты, где у нас расположены основные лифты, отсеки, где, соответственно, локации у нас, аутлеты, как они называются и так далее. Варианты размещения на борту. Давайте я потом отвечу на все вопросы, я их вижу, ну, чтобы мне просто сейчас не запутаться. Если мы очень быстро пройдемся, да, по размещению на борту, хотя это может быть как отдельная, да, сессия по вебинару, потому что прежде всего, когда человек решает выбрать круиз, да, там, а не отельный отдых, конечно же, он выбирает прежде всего маршрут, поэтому я надеюсь, что у нас расписание будет до 22 октября на сайте и в системе бронирования постоянно, да, но все равно прошу, там, относиться с каким-то пониманием. Мы первый раз, да, делаем сейчас эту круизную историю, и мы, безусловно, понимаем, да, там, негодование агентов и реакцию рынка, она справедлива, она логична, она понятна, но здесь вот эти изменения, которые мы делаем не потому, что, да, там, кому-то в голову это взбрело, и вот нужно кого-то углажить. Мы просто со всех сторон получаем фидбэк и от портовых властей, да, разных портов и от нашей, да, команды, которая является техническим менеджментом Камелота, да, там, турецкий техменеджмент, то есть это судоводители и, соответственно, механики или инженеры, да, там, ДЭК, Энжин, Департмент. Мы получаем оперативный фидбэк, там, от агентств, да, которые тоже вносят коррективы, у которых есть большой пул и авторитет, и обратная связь от своих клиентов и от наших прямых клиентов. Соответственно, безусловно, мы берем вот это все в какой-то котел и приходим к какому-то общему знаменателю, да, то есть в таком каком-то брейнсторме мы приходим к какому-то консенсусу, ну, как вы знаете, сколько людей, столько и мнений, и для кого-то, да, там, будет это позитивное изменение, что у них убрали один седы и добавили там прекрасный пляжный отдых в Амазре, да, а для кого-то будет негатив, потому что он хотел там два дня быть в Стамбуле. То есть здесь вот такой момент, ну, придется работать с этими возражениями, которые будут непрерывны, и это является, в принципе, ну, операционным рабочим моментом в ходе вообще нашей работы, неважно на какой мы должности, там, руководитель направления, руководитель поездного продукта, руководитель отдела продаж, или там, руководитель маркетинга. Все мы в конечном счете работаем на тем, чтобы, да, там, клиенту нравился продукт, чтобы мы могли его там красиво упаковать, для того, чтобы его продать, для того, чтобы гости стали, да, там, repeated guests, это все понятно. Ну, эта информация вам для того, чтобы вы понимали, вот, ну, общую, да, там, риторику. Я не засыпаю реально, у меня просто, я сейчас болею, вот, я приехала с командировки из Сочи, вот, заболела ковидом, и поэтому даже не могу выйти, выйти в, ну, визуальный эфир. Обычно я там делаю визуальный такой эфир, потому что понимаю, что визуальный контакт важнее. Так, давайте тогда вернемся к категории каютам. У нас, получается, из премиального размещения есть всего три категории кают. Это королевский роял-сьют, их всего четыре, они расположены на носу седьмой палубы. У них, соответственно, основные преимущества – это большая площадь, и есть общая частная палуба 20 метров на четыре каюта. Как вы знаете, вся, да, там, рекатегоризация кают построена таким образом, что все размещение, которое располагается в носовой части, оно более дорогое, да, когда мы говорим про ценовую политику. То есть каюты, которые расположены на верхней палубе, это у нас седьмая палуба по размещению, они самые дорогие. Это роял-сьюты, их всего четыре, это джуниор-сьюты, и это балкон. Таким образом, роял-сьюты, есть один момент, с которым мы столкнулись, многие пассажиры хотят, если у них есть второй ребенок, и он, да, там, маленький, да, три года, четыре года, они хотят его разместить. Это невозможно. То есть есть вот табличка, где у нас указано, какое может быть размещение по количеству пассажиров, и это только три человека. Вот это вот такой очень важный момент. Джуниор-сьюты, они имеют балкон, их площадь немного поменьше, но это в том числе тоже является премиальным нашим сектором в категории кают, или составляет такой, скажем, да, консьерж-класс, по обслуживанию. То есть все те наши пассажиры, которые выбирают роял-сьют и джуниор-сьют, прежде всего у них есть ряд привилегий. Во-первых, это с самого начала мы отправляем запрос на трансфер, если есть такой запрос, да, и мы этих гостей, и это заложено в стоимость круиза, встречаем уже в аэропорту или, да, там, на ЖД вокзале. Это наш трансфер брендированный. Соответственно, вы отдаете, ну, эту информацию нам, мы уже дальше кооперируем самостоятельно, да, с этим кооперируемся с этими пассажирами и делаем, выстраиваем всю логистику, как и когда и каким образом их встречать. Этот механизм уже отработан у нас, он уже активно пользуется, да, там, спросом. Далее, для этих пассажиров, которые проживают в каютах роял-сьют, всего 4 каюта, и джуниор-сьют, всего 12 кают, максимальное трехместное размещение, да, или двухместное размещение. У нас реализован VIP-лаунж в здании морского вокзала, да, по адресу круизная гавань 4-5. В этом VIP-лаунже пассажиры в комфортной обстановке сидят, соответственно, для них есть, да, там, кофе комплементарное, вода, чай, мороженое, соответственно. Там же им оформляют, да, там, они там проходят, получается, без очереди процедуру чекина, им выдают пакет круизных документов, в который входят багажные вирки, карточки от каюты, да, это бортовые карты, которые впоследствии будут являться ID на борту, ключом от каюты и платежным средством. Соответственно, да, в джуниор-сьют индивидуальные балконы, 6 метров, а в роял-сьюте общий балкон, да, общая частная такая большая палуба, где есть ротанговая мебель из ротанга, то есть это шезлонги, столики для вот, ну, вот этой вот носовой палубы. Соответственно, если говорить тоже про amenities, ну, которые включены в каюту для роял-сьют и джуниор-сьют, и балкона, и остальных кают, они немного отличаются по бренду, да, то есть там в роял-сьюте косметика лекси-тен, далее уже там какая-то косметика попроще. Я потом Екатерине отправлю, да, там фото сетапа, который у нас идет, то есть там, да, там шампунь, гели для душа, ну, и так далее, и так далее, там расчесочка и прочее. Каюты с балконом у нас также расположены на седьмой палубе, и они делятся на рекатегоризацию БА и ББ. БА – это каюты в носовой части, каюты ББ по цвету, они отличаются, и по буквенному обозначению они в кормовой части. То есть чем мы движемся от носа к корме, тем цена на каюту снижается. Ну, это стандартное ценообразование в круизном бизнесе. И в каюте с балконом может располагаться только, да, два пассажира, там нет возможности трехместного размещения. Каюты с окном у нас расположены на четвертой, пятой, шестой, седьмой палубах, и площадь кают от 13 до 16,8. 16,8 у нас, соответственно, эта категория, мы ее определяем как Ocean View Mini Suite, и она отличается от тех кают, которые заявлены по площади 13,1 метр, только лишь тем, что там есть зона, как такая маленькая собственная лаунж-зона с небольшим диванчиком раскладным и столиком, да, где можно там посидеть, полистать журнал, почитать книжку, отдохнуть, просто как дополнительное такое комфортное пространство. Кают без окна, вот в таком вот интерьере, я сразу хочу сказать, что каждую каюту я смотрела лично, когда мы делали рекатегоризацию и писали вот этот план, и делали вот этот девелопмент по обозначению, когда мы делали свою самописную систему бронирования, все они по интерьеру и экстерьеру действительно в очень хорошем качестве. То есть нам сам лайнер достался от Аиды Крузис, поскольку он принадлежал немцам, действительно в безупречном состоянии, и все те потом службы, которые приезжали на проверку, они, ну, выражали реальный восторг, это сейчас не то, что я хочу кому-то там, да, ну, рассказать что-то, приукрасить, это действительно так. То есть мы получаем именно по классу судна, ну, хороший, хороший фидбэк. То есть то, что все каюты, независимо от класса, действительно в безупречном состоянии, именно ковролин, именно вот все, да, вот то, что вы видите сейчас, здесь нет какой-то ретуши именно, или какой-то там, да, там какой-то коррекции, чтобы там мы сгладили там какие-то шероховатости или потертости. Так. Royal Junior Suite, VIP Lounge, да, могут попасть только в порту. Все верно. До... в субботу у нас, получается, работает полностью порт на чекин, то есть это VIP Lounge чекин и, ну, общий чекин для всех остальных пассажиров. Когда у нас нет посадки и высадки, VIP Lounge работает как полноценный отдел продаж в порту Сочи и представительство нашей компании. То есть там написано «Астория Гранда», «Морские круизы». И прошлую неделю я там была, мы открывали отдел продаж, и у нас уже, да, там подключенный к вайринг, и там происходили полноценные консультации, люди приходили, консультировались, и, соответственно, да, там уже начались продажи. Каюты для людей с ограниченными возможностями. Таких кают у нас всего 8 кают, по 4 на каждой палубе, на 6 и на 7. И в этих каютах может располагаться только два пассажира. Соответственно, второй пассажир, как сопровождающий, при предъявлении документов, подтверждающих, да, вот эту ограниченную возможность для пассажира, именно с ограниченными возможностями, сопровождающим вам предполагается скидка 50% на круизный тариф. Вот если у вас будут такие гости, то запрос какой должен быть, то есть мы пишем там в теле письма, да, там номер букинга, соответственно, фамилию гостя, фамилию сопровождающего, да, там дату отправления круиза, вы это пишете, да, соответственно, Екатерине, Екатерина уже пересылает нам, и мы отдаем этот запрос Михаилу Мшиницкому, руководителю нашего отдела бронирования, который уже проводит эту скидку для сопровождающего, и потом в кабинете, в личном кабинете в нашей системе бронирования происходит, соответственно, изменение в цене. Так, по поводу вариантов, да, dining options или вариантов питания на борту. У нас, получается, есть два ресторана по системе шведский стол или буфет, это ресторан Европа и ресторан Ривьера на восьмой и на девятой палубе в кормовом отсеке лайнера, которые, соответственно, включены уже в стоимость самого круиза, и обычно завтраки, соответственно, у нас с утра, ну, да, там с 7 до 10, но это все зависит, естественно, от портового рассчитания, то есть от времени прибытия лайнера, но обычно это 3-3,5 часа выдается на каждый завтрак в каждом порту. Обед чуть поменьше, обычно это 2 часа, если это порт, если это seed date, то там тоже дойдет где-то 3 часа. Есть также снэк и кофебрейк, тоже это обычно кофебрейк там с 4 до 7 по местному времени и в зависимости, опять-таки, от портового расписания в каждом конкретном порту. И также на ужин выдается всегда 2,5 часа уже обычно. И снэк-бар работает как в отелях, да, там с 12 до часу. Вот программа питания и расписание именно работы каждого аутлета на борту, да, то есть там как работает каждый бар, ресторан и все питание, это указывается в программке дня. Программка дня печатается уже на борту и выдается на стойке информации, на ресепшн-деск, это 6-я палуба, и разносится по каюту. Также делаются объявления по судовому радиовещанию. И казино на борту у нас работает как игровые автоматы, да, то есть там нету столов для покера или рулетки, это только игровые автоматы, но это тоже, естественно, вариация казино. Так, что еще, так, здесь сразу. Завтраки а-ла-карт в ресторане Selection включены для кают категории Royal Suite. По детям, по детскому питанию, насколько я знаю, что питание настолько разнообразное и на завтрак, и на обед, и на ужин, что у родителей не было, ну, по крайней мере, вот за те рейсы, которые мы прошли, не было никакого негатива, я не получала, что нужно какое-то отдельное детское дневное. Соответственно, во время обеда, ужина есть всегда также какое-то музыкальное сопровождение, потому что в одном из ресторанов, я не помню точно, в Ригере или в Европе, есть фортепиано и есть живая музыка. Соответственно, так, ресторан Selection у нас уже работает по меню а-ла-карт, меню а-ла-карт тоже оперативно корректируется, да, согласно фидбэку, который мы получаем, там работает профессиональная команда поваров, и это уже за дополнительную стоимость. Все бары там в разной концепции у нас, да, это пять баров, работают также уже по меню, и это входит уже в дополнительные траты. Да, презентация и запись, естественно, у вас у всех будет. Так, ресторан Selection, как я уже сказала, он имеет посадку в 98 мест и обслуживает пассажиров на завтрак, на завтрак а-ла-карт, который включен для категории Royal Suite точно, но мы просим отель-менеджмент в том числе проработать вариации, чтобы и пассажиры категории Junior Suite и балконов могли иметь вот такой вот завтрак, включенный в стоимость своего круиза, и как только у нас будет какая-то фактура по данному вопросу, мы будем делать рассылку для наших агентов. Но пока что данный ресторан включает в стоимость круиза, да, вот завтрак в ресторане Selection только в Royal Suite, вот здесь вот есть ошибка, да, вот на данной презентации. Соответственно, по барам, по барам у нас Астория Гранда Бар, и здесь тоже есть всегда какая-то интерактивная программа развлекательная, то же самое касается бара Ривьера. Театр Гранда наш является основным местом ежевечерней шоу-тайм-программы, это двухэтажный театр Гранда, там максимальная посадка 800 гостей. Резервация мест в первых рядах, да, где есть столики, как раз-таки происходит через менеджера Гест Релайшн-менеджера, его стол тоже расположен на той же палубе, где и стойка информации, шестая палуба, и резервация мест для пассажиров вот этой премиальной категории кают, как Junior Suite, Royal Suite и балконы, вот запись, например, там для всех желающих, прежде всего идет через вот этого менеджера Гест Релайшн-менеджера в указанные часы работы уже на, во рту пассажиры это узнают оперативно, им это наглядно и понятно. Но забронировать столик, вот именно чтобы посещать шоу-программу и сидеть на этих местах, вот приоритетная возможность есть у этих пассажиров, которые купили себе круиз в каюте Junior Suite, Royal Suite, да, и балконы. У обычных кают опция Алла-карт ресторана на ужин, ну, она есть по их желанию, если они забронировали столик в ресторане Алла-карты, пришли и по меню, да, там, оплатили через свою бортовую карту, но стоимость круиза включена именно питание по системе шведский стол. Вот, на этот вопрос я ответила. Наша палуба, солнечная палуба, Сандек, на которой расположен и пулбар, Астория Гранда, он так и называется, где есть бассейн, где есть джакузи, вот вы видите, свежие как раз фотографии. Вот, соответственно, по левому, по правому борту у нас расположены столики, и вот многие спрашивают, где эта зона для курения, так вот я вам отвечаю сейчас, то, что если мы смотрим на навигационный мостик лицом, то получается по правую сторону у нас идет кальян, кальянные столики, да, то есть это такой шиша-бар, да, они его там у себя так называют, это по правую руку, по левую руку, это получается зона для курения всех тех, кто курит обычные сигареты, там электронные сигареты и так далее. Вот эта солнечная палуба, здесь есть возможность именно курить. Санрайз-бар, где вот такие вот, получается, зонтики, это кормовой бар, санрайз-бар, здесь тоже есть возможность для тех, кто курит. Да, 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 все верно, вот Алекс Маверик мне помогает, скорее всего, он был в рекламном туре, да, или в каком-то круизе. Соответственно, далее панорамный бар, Ибица-бар на 11-й палубе, это позиционирование у нас как клуба, то есть уже такой ночной клуб, вечеринки, и там есть тоже очень классный выход на открытую палубу. Так, маршруты, которые мы сейчас загрузили в систему бронирования и, соответственно, также уже обновили информацию на нашем сайте. Первый маршрут, который у нас сейчас был, до сих пор он проходит, с 30 июля Сочи-Стамбул, два дня, ночь на борту Амасра-Синоп-Трабзон-Сочи, он же будет повторяться 10-24 сентября, 1-8-15. Следующий маршрут, который будет сейчас 6 августа, повторяться 20-27 Сочи-Синоп-Чишме, два дня, ночь на борту Стамбул-Сочи. Третий маршрут, Сочи-Стамбул-Чишме, два дня, ночь на борту Синоп-Сочи, 13 августа и 3 сентября. Маршруты похожи, то есть там есть вот разница, где Чишме, два дня, ночь на борту, где порт Амасра и где там Стамбул одна ночь или, соответственно, два дня, ночь на борту. Да, вот как вот этот, 17 сентября, маршрут 4 и маршрут 5, который идет в Сочи-Трабзон-Синопа, Мастер-Стамбул, два дня и ночь на борту Сочи. Это единственный. С лифтами мы решаем вопрос. На втором рейсе уже работал один лифт из трех. С остальными лифтами оперативно работает техническая команда. Это ответ на вопрос, почему у нас во втором круизе вместо заявленного порта Галата-Порт был порт Сайбанур, да, другой адрес порта. Отвечаю сразу, то, что Галата-Порт не разрешает никаких технических поставок. У нас большие лоудинги, большие какие-то операционные работы, в том числе по поставке технического оборудования или каких-то запчастей для того, чтобы у нас оперативно подчинились лифты, могут происходить только в другом порту. Соответственно, по развлечениям тоже пройдемся. Так, просто очень быстро, чтобы вы понимали. СПА и Веллнес, да, СПА-центр и Веллнес-центр, СПА-центр у нас, получается, в неограниченном пользовании только тем, кто купил какую-то одну из услуг СПА. То есть это может быть любая процедура СПА, которая есть в расписании. У меня нет цены от СПА именно по процедурам и так далее. И мы вообще, в принципе, не выкладываем цены, меню на сайт. Это наша принципиальная политика. Это то, что просит нас в том числе отель-менеджмента, отмирай, поскольку они вносят коррективы. И оперативную информацию уже получает человек на борту. И это, я считаю, достаточно правильно. Вы купили один массаж, и вы можете не всю неделю, а в этот день пользоваться зоной СПА бесплатно. Все верно. Но не всю неделю зоной СПА вы можете пользоваться бесплатно. То есть в тот день, когда у вас есть процедура, вы можете сходить в сауну и воспользоваться всей инфраструктурой СПА-волнос-центра. А вот фитнес-центром, да, и теми активностями, которые заявлены в программе развлечений, например, стретчинг, утренняя зарядка, йога, турнир по настольному теннису, дартс, волейбол и любые другие интерактивные игры, на 10-й палубе, где бассейн, или на 9-й палубе, где фитнес-клуб, вы можете пользоваться бесплатно. Соответственно, что еще? Детские комнаты у нас входят, да, также в стоимость для маленьких наших пассажиров. Галерея магазинов Duty Free. И я хочу обратить ваше внимание, что там по отзывам мы видим позитивный такой фидбэк, что ценообразование очень приемлемое, очень радужное, и поэтому ассортимент очень быстро расходится в круизе. Над ассортиментом мы тоже поставили задачу Мира, они работают, чтобы его расширить, оптимизировать, да, чтобы мы удовлетворяли запросу наших пассажиров. Соответственно, про шоу-программу, про казино, я уже в вопросах-ответах оперативно ответила про казино, да, то есть это только игровые автоматы, это пока что вот такая просто нерелевантная фотография, нет еще фотографий именно по всем аутлетам, мы активно над этим работаем, над нашим, да, там, собственным фото-видеопродакшеном, чтобы уже в наших продуктовых презентациях были фотографии только именно судно. И большая развлекательная программа, в этом плане Мирай хорошо справляется с задачами, у них хорошие аниматоры, достаточно все проходит бойко, активно, они делают очень красивые декорации, вот на одной из основных вечеринок, там, white party и так далее. И шоу-программа у нас от шоу-балета «Безелизу» из Санкт-Петербурга, шоу «Варьете», разные красочные номера каждый вечер. Для детей помимо детских клубов, да, где идет работа с аниматорами, у нас есть VR-комната, там же, где и фитнес-центр. И, да, да, VR — это уже платная, да, услуга, да. Бесплатно только получается детская анимация в детских клубах. Соответственно, да, по поводу... Мы всех, естественно, приветствуем, да, там, на борту, вся наша команда, как с берега, так и экипаж лайнера, и стараемся работать со всеми возражениями, замечаниями. Планируем ли мы еще рекламный тур? Коллеги, Марина, я не могу ответить на данный вопрос. Я надеюсь, что по завершению круизного сезона, по крайней мере, я как руководитель направления прошу об этом, ну, да, там, всех лиц, принимающих решение, что есть такая необходимость, во-первых, сделать какой-то срез, да, такой на квартал работы по всем агентствам, несмотря на то, что мы получаем, да, там, на еженедельной основе объема продаж каждого нашего партнера, которому мы заключили договор, ну, потом провести какие-то итоги, это тоже частная практика. Посмотрим, я надеюсь, да, мы идею такую закинули, надеюсь, что и поддержит наше руководство. Соки бесплатно, соки бесплатно. В первом круизе были фреши, да, я знаю, но меня не было ни в первом, ни во втором, ни в третьем круизе. Я собираю информацию также, да, там, от всех сторон, и пытаюсь ее, там, выдавать оперативно агентствам. Соответственно, на данном этапе я знаю о том, что есть безалкогольные напитки, это, там, чай, кофе, вода и пакетированные соки, которые, да, там, выставляются у них, там, на определенном стенде. Во втором круизе фреши были платные. Ну, фреши, так скажем, наверное, это был какой-то комплимент от Мирая в первом круизе, чтобы произвести впечатление. Ну, я так думаю, потому что, безусловно, фреши, ну, не могут идти на весь поток бесплатно. Это, ну, все-таки уже совершенно какой-то другой уровень обслуживания других. Ну, да, да, это нужно, мне кажется, понимать, потому что по себестоимости это совершенно не входит в наши косты. Я не игнорирую вопрос по размещению, вы просто пишите, я говорю, я просто не успеваю, я сейчас скажу, коллеги, ну, я понимаю, что у всех очень разное восприятие, оно связано, там, с особенностями каждого человека и так далее. Ну, я абсолютно позитивно настроена, я просто вам объективно выдаю информацию по размещению 2 плюс 2, можно в категории окно и окно с ограниченным видом. Если вас интересует, соответственно, четырехместное размещение, мы сейчас покажем вариацию... Сейчас, секундочку, я уберу. Сейчас, секунду. Так. Сейчас я открою, вот тут типа кают. Итак, давайте еще раз пройдемся по размещению. Вот здесь все очень понятно, наглядно и очень подробно, да, на мой взгляд. Если мы хотим, чтобы у нас было четырехместное размещение, мы видим, что это каюта с окном под категорией ОЕ. Это расположение кровати твин, кровати сверху пульмон откидные. То есть это пятая палуба, они в системе бронирования будут сразу жить и показываться, да, и загораться вот именно в этой подкатегории ОЕ. Соответственно, если у нас это окно, каюта с окном бит загорожен, это подкатегория ОХ на носу. То же самое. Твин, кровати сверху. Таких кают у нас не так много. По такому же запросу, да, что мы получили, мы сделали тариф взрослый плюс ребенок, соответственно, эта коммуникация вся есть у Екатерины по этому тарифу, для того, чтобы мы усилили продажи именно во внутренних категориях. Насколько я помню, это ИБ, там, где твин, это ИД и Е. То есть это только там, где конфигурация расположения кровати, твин или одна кровать, один диван, который диван конвертируется в кровать. Соответственно, в этом тарифе у нас предполагается скидка 40% на ребенка от круизного тарифа. То есть взрослый платит 100% круизный тариф, и, ну, понятное дело, портовые сервисные сборы у всех сохраняются. И ребенок оплачивает 100, я имею в виду 40% скидку от круизного тарифа. Это тоже у нас пока что ручная модификация по цене через руководителя отдела бронирования. Соответственно, через вашего куратора Екатерину. Но это возможность, я считаю, классная возможность для тех, кто, например, берет Royal Suite, Junior Suite, но у них семья больше, чем один ребенок. Вот таким образом мы закрываем вопрос по размещению второго ребенка. То есть они просто берут каюту на второго взрослого основного пассажира, и ребенка проводят с 40% скидкой. То же самое касается одноместного размещения в сингл, сингл, да, тариф. Он у нас идет также только для категории каюты без окна, внутренняя категория И, да, Inside Cabin, по подкатегориям, как я уже сказала, ИБ, ИД, ИД. У нас есть отдельное большое письмо от меня всем агентствам. Вот эту фактуру можно отдавать субагентам, чтобы они с ней подробно там в письме ознакомились. Вот этот файл типа кают у вас в том числе портовые сборы и сервисные сборы, они сохраняются. Это означает, что дети платят, то есть за них 100%. Про детей до трех лет... До трех лет что, непонятно? Дети у нас не допускаются на борт до трех лет. Минимальный возраст пассажира – это три года либо день рождения в круизе. Дмитрий, маршруты можно посмотреть на нашем официальном сайте в разделе «Маршруты». Там очень подробно выложены карты и написаны по каждому из пяти маршрутов дата отправления. Инна, добрый день, мы с вами познакомились на шип-визите. А, да, Инна, добрый день, да, я вас помню. Да, с вашим супругом, да. Вы очень приятная пара. Мы не успели ни на 16, ни на 23. Ну, я очень надеюсь, да, что мы будем делать еще рекламный тур. Я понимаю, что многие агенты учились позднее, и, конечно, мы работаем в этом направлении и будем делать все возможное, чтобы был такой рекламный тур. Я сейчас пролистаю вопросы и попытаюсь их всех закрыть, а то на меня нападают тут немножко. Так. Почему вы позиционируете историю Гранда как российский лайнер, порт приписки Панама? Мы, наоборот, во всей коммуникации официальной, наша пиар-служба работает вместе с пиар-службой Мира, и мы позиционируем во всех пресс-релизах, и вся информация в СМИ идет от Мира и Крузис. Я об этом специально там в начале презентации подробно говорила, даже вот в нашей с вами презентации. Мы просим, в принципе, и вас также поддерживать это позиционирование. Здесь не может быть никаких расхождений. В американских компаниях тоже порт прописки Багамы. Да, я работала пять лет на Carnival Cruise Lines как гипаж, и потом как персонал человек с берега. И в круизной индустрии с 2009 года я работала как круиз-директор, и в агентстве Dreamlines нет здесь никаких когнитивных противоречий, что порт приписки и класс судна или флаг регистра Макалу или Багамы или Панамы это совершенно не касается нас с вами как людей, которые продают круизы. Возможно, это может быть какой-то профессиональный вопрос от морского сообщества, которое эти вопросы направляет нам в пиар-службу, эти вопросы отрабатывают люди, уполномоченные отвечать на все эти вопросы. Почему ваши цены на данный момент намного выше цены на европейские круизы? Ну, поскольку наша финансовая модель рассчитана таким образом, чтобы в конечном счете привести нас к какой-то точке безубыточности, разве нет? Мне кажется, все коммерческие организации преследуют цель для того, чтобы выйти в какую-то рентабельность проекта и отбить свои инвестиции, для того, чтобы у нас были какие-то показатели, которые мы закладываем и преследуем, когда выстраиваем стратегию продвижения, стратегию продаж, стратегию маркетинга. Когда мы делали конкурентный анализ не по части круизного предложения, но и в том числе мы и анализировали цены и в рынке круизном, мы считаем, что это абсолютно конкурентоспособные цены, поскольку мы прежде всего смотрели цены на наши там речные круизы и на отели, на отдых отельный там 4-5 звезд сейчас этим летом в Турции. То есть аннекс-тур мне на моих детей 5-7 лет, и я и мой супруг посчитал 450 тысяч в отеле Fond Resort Elite в Сиде или в Dream World отеле. Поэтому смотря с чем сравнивать. Я сейчас жила в отеле в Сочи, Сити Парк, 4 звезды, 16 тысяч в сутки. Это только завтрак, это очень посредственный уровень. Поэтому Елена я ответила на ваш вопрос по поводу цены. Наши цены абсолютно по тому продукту, который мы предлагаем, с включенным сервисом и качеством сервиса, на борту абсолютно конкурентоспособны, абсолютно адекватны. Маркетинговые материалы, запрос на маркетинг. Да, хорошо, я сейчас скопирую этот адрес, и мы все отправим вам, все наши наработки, все, что у нас есть, все оперативно вам отправим. И пресс-релизы последние вообще, которые у нас есть от Mirai, и весь продакшн, который мы снимали, и из Стамбула, и по Сочи, и по первому круизу, и по агентскому мероприятию. Так. В Royal Suite частная палуба, общий балкон, джуниор индивидуальный балкон, на это мы все ответили. Так, что еще? Варианты 2, да, 2, 2 ответили. Каюта с окном. Так, смотрите, еще коллеги, по каютам и по вопросам кают. Я прекрасно понимаю, что для вас это большой объем информации, поэтому мы, естественно, прорабатывали всю подачу информации. У нас есть видеобанк абсолютно каждой подкатегории. И, например, наша CRM-система в нашем отделе продаж заточена так, что мы отправляем презентацию по каютам, и мы уже далее выстраиваем общение с клиентами таким образом. У них есть запрос на определенную каюту. Он не понимает, как выглядит каюта, например, каюта с окном, вид загорожен, что такое вид загорожен, каюта с иллюминатором или каюта с окном. Потому что есть там в том числе и ценовое, да, ценовое разграничение. Мы отправляем видеоролик технический и показываем просто визуально, таким образом все понимают, как это выглядит. Вы тоже пользуетесь этими роликами, мы отправляем все это агентам, у вас будет полный арсенал инструментов, который снизит вам нагрузку, во-первых, по общению с людьми, во-вторых, просто поможет быстрее все это показать. Соответственно, детский тариф, как это у нас указано на сайте, я еще раз это подсвечу, от 3 до 11 лет, да, соответственно, дети платят только портовые сборы 100%, сервисные сборы 50%, и не платят круизный тариф, если они размещаются на вот этом 3-м и 4-м пассажирских местах в тех каютах, где возможно 3-е или 4-е размещение. То есть если это 3-й ребенок от 3 до 11 лет, это royal suit, это junior suit, да, это каюта с видзагорожен, O, Y, O, Z, это внутренняя каюта И, B, соответственно, если это 3-й и 4-й ребенок, да, то есть их всего четверо, то это, к сожалению, только каюты O, Y, и это каюты O, X. Либо это у нас идет другой совершенно тариф, когда пассажиры готовы платить за royal suit, за junior suit, но брать каюту, внутреннюю каюту, и получается оплачивать 100% за себя в royal suit за ребенка, то есть как второй пассажир, получается, он у них пойдет без скидки, но тогда у них будет скидка на второго ребенка, как четвертого пассажира, по тарифу, вот как я уже сказала, adult plus child, только во внутренней категории И, Б, И, Д, И, Е. То есть вот, ну, здесь вам нужно будет просто немного времени, чтобы это там визуально прочитать, посмотреть, запомнить, да, мы вам уже там поможем с этой реализацией, потому что мы получали много фидбэка, что, в принципе, наш каютный фонд royal suit, junior suit и балкон расходятся быстрее всего, то есть это, первое, это означает, что ценообразование для, ну, того, той целевой аудитории, которая готова платить деньги за круиз и иметь повышенный комфорт, оно, ну, оно здоровое, так скажем, оно не имеет каких-то противоречий, там, конфликтов. То есть наши гипотезы, в принципе, оправдались, да, соответственно, мы им дали просто для такой целевой аудитории, для этого сегмента возможность иметь, да, там, семью какую-то дополнительную по скидке 40% на ту каюту, которая изначально им неинтересна. То есть по факту они ее берут, чтобы пройти по пассажирскому манифесту, по всем требованиям судовладельца, да, которые связаны с безопасностью мореплавания, поэтому есть определенный лимит по пассажирской вместимости на каждую категорию кают, которая зашита в план при, ну, как бы, при строительстве данного судна, вот так скажем, потому что на каждой палубе есть максимальная, да, там, вместимость по каюте, которая идет в тот лист спасательных, да, там, шлюпок, спасательных платов, спасательных жилетов, которые, там, ассоциируются с мастер-станцией и количеством, да, там, пассажиров, которое должно прийти в случае реальной тревоги на данную мастер-станцию. То есть это все указано в нашем файле, который мы отправляем с круизными документами. Этот файл называется «Информация об учебной тревоге», и об этом есть отдельная коммуникация уже на борту. Вот, я надеюсь, здесь вот я рассказала подробно про это, про все. Еще раз хочу сказать о том, что абсолютно всем пассажирам перед началом круиза отправляется информация в нашей рассылке, где есть вся информация по тому, куда им нужно прийти, то есть, да, в какой порт, адрес порта, сайт порта, за сколько времени, да, там, что в 16.00 начинается регистрация, за сколько, за два часа, что нужно быть уже в порту и пройти регистрацию, что нужно с собой взять, какой пакет документов, да, там, паспорт, имеет распечатанный или сохраненный в электронном виде круизный билет, что круизный билет, где посылки его можно скачать, что он открывается в электронном личном кабинете, о том, что пассажирам нужно иметь там, да, страховку, которую там можно приобрести через наших официальных партнеров, о том, что как там проехать, как работают камеры хранения, какая есть инфраструктура порту, они всю эту информацию получают через нашу рассылку. Более того, данная информация всегда есть в такой информационной строке на нашем сайте, да, информация для отъезжающих, да, там, например, 6 августа. И в том числе мы подгружаем все необходимые памятки. Это памятка по пассажирскому терминалу Сочи, где есть очень подробная процедура чекина. Это есть список запрещенных вещей, которые дублируются в подвале сайта нашего. И это вот информация об учебной тревоге, то, что я сейчас вам рассказала вот так очень быстро, там это очень подробно выберено, написано, хорошим там текстом. И, соответственно, это также информация по оплате, да, очень важный вопрос, что такое бортовая карта. Там вот все очень подробно в том числе написано о том, что бортовая карта является ID, поскольку пассажиры сдают свои паспорта, они хранятся на службе ресепшн. Именно поэтому мы во время чекина фотографируем всех наших гостей. И данная карта является ID. Все пассажиры носят эту круизную бортовую карту с собой во время круиза, и когда они выходят, они ее сканируют на службе security. Таким образом ведется учет всех пассажиров на борту, то есть мы понимаем, кто уже вышел, кто заходит. Таким образом, да, там мы оперативно понимаем, как у нас происходит этот процесс, чтобы никого не оставить в борту, никого не потерять и так далее. Соответственно, данная карта является ключом от каюты. Если пассажир ее потерял, ему нужно очень быстро подойти на службу ресепшн, он эту карту заблокирует, чтобы там тот пассажир, кто нашел, не зашел в эту каюту и так далее. Они печатают очень быстро такие карты, просто кодируют их по-другому. И данная карта имеет зашитый депозит, включенный в стоимость круиза. Это 70 евро на первое, второе основное пассажирское место. Независимо от возраста, на первом и втором пассажире есть 70 евро для трат на борту. Это и есть он борт кредит. И этот бортовой кредит, уже зашит стоимость, он не возвращается. То есть если пассажиры не потратили эти 70 евро, то, ну, значит, они просто сгорают. Соответственно, дополнительные траты, да, и как пополнить эту бортовую карту, это возможно пока что только через ресепшн на стойке информации. Я закрываю сразу же вопрос, почему, да, там зашит этот бортовой кредит. Это, как правило, просто снижает нагрузку на ресепшн в день посадки. И у людей уже сразу есть этот бортовой кредит. Они просто идут и, да, там на открытой палубе покупают себе какие-то напитки, идут какие-то другие аутлеты и отдыхают, развлекаются, да, там, и празднуют начало своих каникул, начало своего отдыха. Они стоят на ресепшн большой толпой и не пополняют, там, этот бортовой кредит. Потом это просто органично они делают, да, там, во время круиза, потому что у каждого, там, своя финансовая какая-то культура и грамотность, там, насчет того, сколько он может, там, потратить себе на круиз. Это уже дело каждого. И также мы очень рекомендуем всем нашим агентам, да, и прямым клиентам, ну, рассчитывать свои траты, да, потому что вот этот обратный чарджбэк, там, да, там, по тем тратам, то есть, например, клиенты, пассажиры какие-то деньги не потратили, и потом, то есть, уже идет такая сложная операция по возврату этих средств, там, до 45 дней, в зависимости, да, там, от банка, ну, то есть, от банка, карта которого, да, там, карта, карта которого пошла на сопряжение, да, там, с системой Мирей, с системой Анова, с которой мы работаем на борту, да, там, потому что, как вы знаете, у нас идет тройная конвертация. Наши пассажиры приезжают с банковской карты, во-первых, платежная система, только Мир, потому что мы не работаем, да, там, с мастер-кард, с визой, и, соответственно, она сопрягается с банком Зират, с которым мы работаем, с турецким банком Зират, и это идет тройная конвертация, рубль, соответственно, евро, лира, вот, поэтому здесь такой момент, насколько я знаю, со второго круиза есть возможность пополнять наличными, и это очень позитивная, да, там, новость, у кого нет этой карты Мир, потому что есть и такие, кто не до конца получает вот эту информацию, хотя мы ее уже везде, там, транслируем во всей коммуникации, но вот такое бывает, это человеческий фактор, можно выполнить бортовую карту, бортовой счет с помощью наличных рублей, доллары и евро. Ocean View, Abstract View, номер на четыре человека. Четырехместное размещение, и вы потом посмотрите все ролики, это как в поезде, вот как в поезде, вот то же самое, один в один. Полки отхидные сверху. Размещение. Коллеги, давайте мы насчет размещения, я вам отправлю все технические ролики, в каждой подкатегории, вы подробно посмотрите эти видеоролики, и у вас будет понимание, как это все выглядит. Мне кажется, мы так просто не будем терять время, и потом вы, например, запишите список вопросов, и мы сделаем еще одну презентацию, например, по вопросам вашим уже. После того, как вы изучите все материалы, у нас обычно вот так происходит, с агентствами, работа, она будет более такая продуктивная и эффективная. Так. Так, так, так. В том числе, я просто сейчас тогда уже час двадцать, я не буду здесь загружать все эти видео, которые у нас есть, я думаю, вы сможете насладиться ими и посмотреть все видео уже самостоятельно. В завершении, наверное, просто поставлю наш такой фильм имиджевой про наш круиз на круизном лайнере «Астория Гранда». «Астория Гранда», «Астория Гранда». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обращаю ваше внимание, что мы его дополняем, модернизируем и делаем много разделов. У нас будет раздел «Новости» наши, «СМИ» о нас, а также информация для пассажиров, раздел «Fuck you» и так далее. У нас все это в работе. Там есть в подвале список запрещенных вещей. Вот электроприборы, к которым относится утюг, лучше не брать с собой, потому что служба секьюрити себе их не заберет, но оставит в своем подсобном помещении. И потом все эти вещи возвращаются уже, соответственно, на обратном приходе в Сочи. И по поводу стирки и глажки. Там есть прачечная гостевая, где можно постирать вещи, но вот порошок, вот, соответственно, порошок нужно брать с собой. Вот, насколько я знаю, там порошка нет. Вот все скидывают почту. Я знаю, что у нас коммуникация с вами отсюда владельца такая. Мы Екатерине отправляем все материалы, а она уже, соответственно, каким-то образом, да, там, это уже ваша будет с ней коммуникация. Екатерина, это я все правильно понимаю, да? Да, бортовой кредит по 70 евро для первого и второго пассажира в каюте на весь круиз единоразово. Да, все верно, 70 не на каюту, а на основное место. То есть, если человек, соответственно, едет один, то у него 70 евро будет. Если он едет вдвоем, то, соответственно, будет 140. Если они едут вчетвером, то все равно будет 140. Если они едут втроем, то все равно будет 140. На первое и на второе основное место, независимо от возраста. Какие есть еще вопросы, коллеги? Экскурсии, это тоже за дополнительную стоимость, они не входят в стоимость круиза. Над каталогом экскурсии мы работаем, поскольку мы только утвердили, да, там на прошлой неделе окончательное расписание, и мы ожидаем фактуру от, соответственно, подрядчика по экскурсиям. ПЦР не нужен, да, ПЦР не нужен, ПЦР не нужен, ни QR-код не нужен, ничего такого, что ранее было по ковидным условиям для посадки на борт, не нужно. Единственное, я точно знаю, что по приезду из Турции, ну, как и с другой стороны, ну, это ответственность каждого пассажира, на мой взгляд, так же, как мы летим в Турцию, да, там, нас об этом просто предупреждают. Необходимо сдать ПЦР-тест в течение трех дней, еще нет вот отмены этого постановления, загрузить результаты на сайт госуслуги. Но здесь все так, знаете, оперативно меняется, лучше вот этот момент отслеживать. Вот здесь вот я не беру на себя такую ответственность, чтобы мы обновляли такую информацию, это ответственность уже каждого гражданина Российской Федерации. Далее, со своими напитками я на борт не пускаю, Трамиль, вот список запрещенных вещей, про которые я говорю на нашем сайте в подвале, его можно загрузить, скачать, мы еще раз отправим все эти материалы Екатерине после этой презентации, я отправлю ей весь диск, ссылку на диск, в котором есть все материалы для агентств, где в том числе будет список запрещенных вещей. Но если вы не хотите его ждать, то прямо сейчас, история-гранда.ком, подвал, список запрещенных вещей, Яндекс.Диск, даунлод, и там будет красивый такой буклет. Да, если у вас уже принимали наличные, отлично, значит, они уже сделали эту реализацию. То есть есть сервисное обслуживание, когда пассажиры могут отдать все, да, там, заплатно полностью, за глажку и за стирку, рубли, доллары, евро. Бассейн на открытый палубе сандек бесплатный. Бортовой кредит 70 евро входит в стоимость круиза уже. Ну, то есть он зашит на бортовой счет, на бортовую карту, я извиняюсь, которая выдается каждому пассажиру в здании морского вокзала во время чекина или процедуры регистрации. Примерная стоимость алкоголя, я сейчас посмотрю, вот я была в эту субботу, они обновили уже меню в эту субботу, только оно пришло, вот распаковывали при мне. Поэтому мы не загружаем на сайт эту информацию, потому что потом можем иметь негатив. Соответственно, вода 1,5-2 евро, Сан-Пелегрино 3,425, холодная айс-лате кофе 3,75, айс-смока 3,75, ирландский кофе 6,75, пиво драфт-бир 4,50, старый мельник 5,50, банка пива ФС 5,50, безалкогольные коктейли, маршмеллоу шейк 5,50, вёрджин мэри 4,50, коктейли для здоровья, тефир, там что-то такое, 6,50, пайнэпл коблер 6, оперативы, компари 5,50 за 50 мл, раки 5,50, ну вот такой примерно порядок цен, травяные чаи 2,50, с безлактозным молоком капучино 3,75, сок 3,50, фантоспрайк 3,50, редбул 5 евро. Да, Ольга Дементьева, я поэтому и говорю, что порядок цен, он динамичен, он может меняться как из-за круиза, так и в том числе ценообразования на самом борту по меню. Поэтому эту информацию, насколько, я не знаю, насколько вы знаете, вот у меня ранее были доступы во все системы бронирования всех круизных компаний, и ни в одной круизной компании не видела, чтобы в эфир на сайт выставляли меню. Это информация только на борту. Я бы не была столь скептична именно к тому, что это российский круиз же. Я повторяю, что я работала на круизных компаниях, и данные цены, которые у нас есть на борту, они на порядок ниже цен там на той же Коста и на МСС. И если уж быть совсем откровенными, я просто знаю коллег с Коста, которые занимаются примерно такой же деятельностью, как я, отвечают за видеопродакшн, за SMM, за весь диджитал маркетинг, за все креативы, в том числе фидбэк от гостей и так далее, за продуктовую какую-то часть. Я знаю их затраты внутренние на пассажира. Ну, то есть, от этого все исходит. Вот сколько затраты, затрат заложено на каждого клиента, на пассажира. И потом они уже выстраивают свое меню и так далее. То есть, у них более низкие затраты, косты на пассажира, чем у нас. То есть, мы изначально тратим на каждого пассажира гораздо больше. Тем самым, предполагая, что наше меню там не повторяется изо дня в день, потому что у нас вчера там что-то там осталось, мы это переработали и подали по-другому. Но у них совершенно другая стратегия. Им нужно делать выше цены под их европейский там рынок, более платежеспособный, чтобы пассажиры оставляли ревеню на борту намного больше. У нас же немного другой подход. Мы делаем цены более приемлемыми для того, чтобы люди себя комфортно чувствовали и могли тратить на борту больше денег, чтобы это было не так для них ощутимо. То есть, цены... Я была сейчас в ресторанах в Сочи, там даже Федина дача, проект Паруса, Рыжий пляж, там этот ресторан Иванушек, морской ресторан, ну, какие-то топовые, да, рестораны. Там, ну, выше цены на порядок, чем на борту. Поэтому здесь, смотря с чем сравнивать, я живу в Санкт-Петербурге, и здесь в каких-то приличных заведениях выше цены на тот же алкогольную карту. Апгрейд кают возможен? Апгрейд кают возможен, но настолько сейчас сложно реализуем, мы его делаем, мы его осуществляем, но это вот пока что только через нас. То есть, какой development, пассажиры пишут вам, мы хотим сделать апгрейд, вы пишите нам, мы пишем Михаилу Шницкому, далее отправляем им ссылку на оплату. Пока что такой реализации именно на борту от Mirai нет. Поэтому, если пассажиры готовы, да, онлайн выходить, да, и вот еще интернет включен, стоимость, бесплатный Wi-Fi, но здесь нужно понимать, что судовой интернет, он, ну, отличается от нашего берегового интернета и от LTE интернета, к которому все привыкли уже. Соответственно, он прежде всего рассчитан на операционные службы, экипажи, да, там, всего персонала, и дальше он равномерно распределяется на всех. То есть, так как он у нас включен в стоимость, и прошу заметить, что обычно в круизных компаниях он платный, может быть, он получше, именно потому, что за него платят, ну, и он достаточно дорогой на борту, кто вот ходил в круизы. Это дорогое удовольствие там за час интернета, чтобы побыть в соцсетях. Здесь он бесплатный, комплиментарный, да, мы над ним работаем, мы понимаем, что он там плохого качества, мы об этом, кстати, сообщаем, у нас есть на сайте прям под звездочкой объяснение, что такое судовой интернет, какая там механика, техника и так далее. Когда конец сезона, Ольга, вы про что? Смотрите, коллеги, давайте мы будем общаться вот в каком-то таком продуктивном ключе, мне кажется, это, ну, это, я знаю, что можно вести полемику, там, какую-то риторику, там, особенно с стороны экрана, ну, вживую все не такие смелые, когда вот сидят и смотрят, когда вживую общение происходит, вы же знаете, что мы можем организовать и живую встречу, если у вас будет запрос, и здесь, ну, будет по-другому устраивать сообщение, мне кажется, что нужно какие-то границы даже в цифровом пространстве соблюдать, и я прекрасно понимаю, что многие из вас скептично настроены, потому что это там какой-то российский продукт, полутурецкий продукт и так далее, но я думаю так, вы, если хотите продавать этот продукт, то у вас будет как раз таки позитивный настрой и оптимистичный настрой, и только все вместе мы сможем достичь каких-то результатов, я так понимаю, задача этой встречи была, вот конкретно этой, чтобы я вам рассказала новости и презентовала продукт, рассказала уже те, да, болевые вопросы, ответила, закрыла их, которые мы уже испытали, да, там, во время первых трех круизов, да, там, я услышала от вас, что у вас есть желание рекламного тура, да, который у нас был, первые два круиза по, там, да, по очень привлекательной цене, да, там, также мы делали этот шип-визит, который нам дал все очень трудно и с пограничными властями, но вам же это не интересно, да, там, как бы, мы же сейчас не хотим здесь показаться, кто крутой, кто классный, кто эксперт, или кто как работает, это же не цель вот этого мероприятия, правильно, цель мероприятия презентовать продукт и рассказать, какие у нас есть материалы для вас, чтобы они вам помогали продвигать, правильно позиционировать и помогать вам продавать. 22-го, да, числа. Да, Ольга, да, именно этот интернет на борту, он не для того, чтобы там отправлять видео, это можно делать там уже в борту, он для менеджеров, соответственно, для того, чтобы поддерживать связь, все верно, изначально, когда мы обсуждали, когда еще у нас не было первого рейса, именно такие задачи мы преследовали и с этими задачами мы справляемся. Наш IT-департамент и турецкий IT-департамент. Мы не занимаемся подселением, то есть это не поезд. Таких возможностей у нас нет, нужно выкупать как сингл, да. Если люди как-то там уже, я знаю, на форумах, на круизтипс, еще где-то вот были, я видела такие сообщения, что люди как-то сами кооперируются, но это уже не наша задача и, наверное, не ваша тоже задача как агент. Наша задача следующая. Наша задача в этом круизном сезоне максимальное внимание уделить данному продукту, кто заинтересован в продаже, чтобы они отработали свою комиссию, чтобы по результатам выйти на повышенную комиссию, чтобы, соответственно, субагентства получили тоже повышенную комиссию, для того, чтобы мы в этом круизном сезоне показали о том, что мы создали классный, уникальный, беспрецедентный продукт на российском рынке, и это было очень отважное, смелое, самоотверженное решение всей команды, которая участвовала в создании этого продукта. И очень тяжело, долго и болезненно болезненно работала над тем, чтобы даже то, что вы сейчас видите, получили, вышло в реализацию после распада Советского Союза. Аналогов нет, и в ближайшем времени, насколько я общаюсь с Ростуризмом и представителями круизного какого-то сообщества уже в каких-то властных структурах, пока что нет даже близко разговоров, чтобы какие-то еще инвесторы взяли и решили создать второй продукт, который бы составил конкуренцию Асторию Гранда. Вот. Я думаю, что да, в час сорок мы наверное закрыли все основные вопросы, если у вас будут вопросы, пожалуйста, собирайте их, мы будем стараться оперативно на них отвечать и через Екатерину будем держать с вами связь. Вот. Всем еще раз большое спасибо. Еще раз, да, всем большое спасибо за вопросы, за активный диалог, это очень важно, да, что нас там не только хвалят, но и дают конструктивную критику, и, конечно же, мы это все берем в работу. Да, тогда, Екатерина, я вам сейчас отправлю все, что у нас есть по ссылке, и вы уже дальше будете это отсылать всем своим субагентам, чтобы у нас у всех была одна информация. И, пожалуйста, обращайте свое внимание и отсылайте всех клиентов почаще смотреть наш сайт astoriagranda.com и подписываться на наш канал в Инстаграме, ВКонтакте, читать нас на Дзене. Мы стараемся все последние новости. Да. Да, тогда, Екатерина, я ничего не присылаю на Cruis F's Travel, я присылаю все вам. Все верно? А то я сейчас запуталась по поводу... Ага, хорошо. Все, отлично. Все, я тогда прекращаю вещание еще раз. Спасибо, до новых встреч и надеюсь, мы с вами когда-нибудь, да, познакомимся лично, соберемся лично. Если в первый раз там, да, не получилось, то будем работать над тем, чтобы по завершению круизного сезона в преддвериях нашей, да, нашей релокации круиза мы сейчас активно работаем над проработкой нового маршрута, зимнего расписания, да, то есть я вам скажу такой, да, какой-то инсайт, то, что мы сейчас работаем, утверждаем как раз-таки порты в Персидском заливе, и после 22 октября у нас большой релокационный круиз, и далее мы уже будем ходить из домашнего порта Дубая, да, по такому расписанию, который там ходит Коста и МСЮ Волл Европа, и мы понимаем о том, что там мы уже будем работать на высококонкурентном рынке, мы это понимаем, мы эти все, соответственно, угрозы прорабатываем, все эти риски прорабатываем, и, надеюсь, мы будем не без вашей помощи справляться с задачами, потому что у нас есть цель прежде всего создать продукт для наших граждан, именно для наших граждан. Нет, нет, Татьяна Новикова, мы, в общем-то, стараемся здесь не то, что не обманывать, а говорить все максимально, наоборот, честно, даже сверхчестно, и, так скажем, правдоподобно, вот это ценности, по крайней мере, и мои коммуникации, не только с партнерами, но и вообще с людьми в жизни. Все, хорошо, спасибо всем, счастливо, хорошего дня, спасибо за пожелания, и будем работать вместе, удачи, и хорошего дня сегодня.